Всем привет, друзья! С вами Дядя Вася. И сегодня я, как и обещал, покажу вам один рецепт очень простого, но в то же время эффективного удобрения для ваших аквариумных растений. А для того, чтобы приготовить это удобрение, вам понадобятся ножницы. Потом вам понадобится такое вот удобрение. Кактус называется. Можете зайти в любой цветочный магазин и там спросить удобрение для ваших кактусов и нейтральное. Лучше брать нейтральное удобрение. И понадобится бинт, марля, все что угодно, все что у вас есть в аптечке в принципе пригодится. Итак, давайте приступим к нашему изготовлению удобрения. Итак, как же мы будем изготавливать наше удобрение? Мы берем бинтик. Можем взять широкий край, можем взять узкий край. Это в принципе не очень так суть важно. У меня бинтик немножко уже такой подзакрутился, но в то же время мы его сейчас быстренько приведем в нормальное состояние. Так, ножнички немножко не захотели резать, но это не страшно. Вот, смотрите, можете квадратики нарезать, если будет удобно, можете прямоугольнички. И сейчас что мы делаем? Мы берем, насыпаем сюда нашу земельку. Тарелочку я взял для того, чтобы та земля, которая пройдет сквозь бинтик, чтобы она не осталась на столе. Все-таки с тарелочки легче ее смахнуть. И смотрим. Насыпали. И теперь берем и завязываем. Завязываем. Вот просто закрутили. И вот наше удобрение готово. Берем следующее. Можем большое взять удобрение, сделать большой такой комочек. Это все зависит уже от того, какой у вас там слой грунта. Вот еще взяли. Берем. Опять же, насыпаем нашу земельечку. Удобрение наше для растений. Землю обычно из-под кактусов. Вы можете здесь, хотите, шейте, хотите, оставьте так, как есть. Я лично вот так вот закручиваю. Все, закрутил. И далее кладу это все в аквариум. По поводу того, что зачем в бинтике. Естественно, если мы будем класть без бинтика, то оно у нас все там рассыпется. Есть, конечно, еще один вариант, как все это делать без бинтика. Но в данном видео я вам рассказываю, как с помощью бинта делать эти шарики. И упаковывать. Не бойтесь класть в аквариум под корень растения вместе с бинтом. Дело в том, что бинт со временем он все равно себя исчерпает. Он вообще разойдется, растворится в воде. Вы его больше не найдете в грунте. Поэтому смело можете применять вот такие небольшие шарики. Шарики рекомендую размеры делать таким, чтобы, когда вы под корень поместили растение, чтобы у вас еще сверху был грунт. Если не будет сверху грунт, то все это может пойти в аквариум. В смысле в воду начнет грунт фонить и естественно начнутся проблемы с водорослями. Поэтому вот именно небольшие лучше шарики сделать, такие комочки, и подкладывать их неспешно. Не надо полностью аквариум обложить сейчас удобрениями и потом ждать какого-то эффекта. Могут реально быть водорослей в вашем аквариуме. Лучше подложили под одно растение и смотрите эффект. Смотрите, все классно идет, круто. Берете под другое, подкладываете. Таким образом вы потихонечку вносите в ваш аквариум питательные вещества вот в таком виде. Еще раз напоминаю, использовался питательный грунт для кактусов в любом цветочном магазине продается. И марля либо бинт. Все. Как видите, все очень просто и легко. Далее будем смотреть, как будут расти мои растения в аквариуме. На этом все, друзья. Надеюсь, данное видео было для вас полезным, чем-то новым, интересным. Если так, конечно же, пальцы вверху, такие пальцы, пальчище. Кто не подписан на мой канал, обязательно подписываемся для того, чтобы вовремя смотреть мои новые видео. Также, друзья, делимся в комментариях под видео своим опытом, не стесняемся рассказывать, кто какими удобрениями пользуется, какой эффект от этих удобрений и как его приготовили. Также, уважаемые зрители, не забудьте поделиться данным видео в своих соцсетях. Желаю вам прекраснейшего настроения и всех благ. До новых встреч, друзья. Пока-пока.